Депрессия Не так давно я выкладывал видео, фактически черновое, о клиническом определении термина депрессия. Под конец этой записи меня немножечко пробило на смех. А пробило на смех вот почему. Я вспомнил несколько замечательных историй из своей школьной жизни, а также историю о школе, уже после моего окончания. Именно о ней я и хотел изначально рассказать. История такова, что через несколько лет после моего уже окончания школы В моей школе случился приинтереснейший случай. В ней не то повесился, не то был повешен мальчик. Так, лет 11, если не ошибаюсь. С одной стороны, местные говорили О том, что маловероятно, что он повесился сам. Учитывая высоту, а произошло это все, если не ошибаюсь, в школьной раздевалке, спортзал. Но, тем не менее, не буду ничего утверждать. В конце концов, это дело классифицировали как самоубийство. По телеку даже было пару репортажей, где журналистам удалось выцепить на пуговную и ничего не понимающую завхоза на их школы. Не понимаю, почему она была. Но, видимо, ни учителей, ни директора тогда просто не выцепили, и они не пошли на контакт. Что, в принципе, тоже нормально. Так это делай за крылью. Был мальчик, всплыл мальчик. Однако возникает вопрос, если же это было самоубийство, то а почему, собственно говоря, и как-то так интересно произошло? У нас же якобы существуют какие-то даже психологи в школах. Что само по себе забавно. Потому что, в основном, это выпускницы профильных вузов, которые, и которых школа может позволить себе пристроить только на полставки, которые через полгода-год отпрактиковав, убегают и, в общем-то, зачастую навсегда покидают свою профессию. Но тут ответ есть еще хороший со времен Магеевича в школе. И ответ этот очень простой. Психологи-то у нас по факту есть, а делать им что-либо особо нечего или даже, скажем так, как всячески препятствуются. Но в моей школе училось несколько детей с теми или иными умственными отклонениями, которые, в принципе, в обычной школе не должны были бы учиться. Ну, то есть, сейчас, конечно, продвигается идея о инклюзивных классах и как же это замечательно, здорово и толерантно. Но представьте себе уролог. Представьте себе, что вы, ребенок, нормальный. Или же, если уж вам возраст позволяет, представьте, что это ваши дети пошли учиться чем-то в школе, что само по себе уже абсурдно звучит. У меня создается впечатление, что вообще наши учебные заведения созданы по принципу получения знаний вопреки, а не благодаря. Но тем не менее. И что посреди урока, например, некий один ученик может встать, залезть на парту и начать выйти. Вы скажете, я рассказываю дичь. Нет, я не рассказываю дичь. Я рассказываю, ну, если не типичный день, то, скажем так, день с обострением в одном из классов моей школы, в которой я учился. Благо, не в моем классе. Благо, в моем классе такого не было. Но, тем не менее. Это уже по многому, наверное, говорит. Так что инклюзивные классы – это замечательно и толерантно. Особенно в такой стране, как у нас, стране, странах, ну, в общем, постсоветской кларьки, где система образования существует и выживает, а не функционирует, где учителя, в принципе, не готовы к таким ученикам, где по большому счету важно отдавать отчеты в областные и районные инстанции об каком-то среднеуспеваемом бале. И я не знаю, чем эта история закончилась, в конце концов, с этим замечательным боющим мальчиком. Видимо, его родители заносили определенные деньги, чтобы не отправлять школу для умственно неполноценных данного индивида. возможно, он даже доучился и получил какой-то аттестат. Это замечательно, это мило, потому что, вспоминая уже учебу в своем гунивере, я вспомнил одного персонажа, в целом, скажу так, родственника одного из функционеров университета, который, в общем-то, и читал-то не очень. Так что, как говорил Владимир Ильич Ульянов учиться, учиться и еще раз учиться. Вот оно. что мне надо делать. Спасибо. Спасибо. АВТОН АВТОН Продолжение следует...